Соло мои всем, друзья! С вами 2хп, и мы сегодня играем в Solar Smash. У нас небольшое обновление, небольшие добавления. И я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях, как вы думаете, что это за планета. Сразу говорю, это не луна, нифига. Кстати, на паузу пишите свои догадки. Это новая, добавленная, кстати, планета. Её не было. А потом посмотрим. Всем, кто напишет правильно, поставлю сердечко под комментария. Сегодня у нас по списку, значит, новые планеты. Я перечислять не буду, потому что вы догадаетесь, какая это планета. Два новых способа уничтожения планет и одна новая секретная планета. Сегодня всё это посмотрим. Усаживайтесь поудобнее, пишите, что это за планета, а мы начинаем. 2хп представлены. Итак, да, давно мы уже не заходили в эту игру. Я здесь немножко настроил себе управление, чтобы было это всё поудобнее, управление. И реально стало удобнее. Короче, первое, что добавили, это у нас три, получается, новые планеты. Вот это всё было. Сейчас, как ты уже догадался и написал в комментарии, у нас на экране Меркурий. Это Меркурий. Я и не знал, что он так сильно похож на Луну. Ну, правда, скажи. Добавили Меркурий, добавили Уран. Вот такой вот огромный Уран. Я даже отдалить его сильно не могу, потому что он капец какой-то здоровый. В общем, такой Уран. И Уран, это у нас полноценная планета, вроде как. И Нептун, который тоже является полноценной планетой, а точнее газовым гигантом, насколько я помню. А потом уже идут карликовые планеты на потобе Плутона, Хаумеи, Макикамии и Эридых всяких таких вот. Так что Нептун, Уран и Меркурий добавили. Меркурий, это, кстати, первая планета от Солнца, а Уран, Нептун последние две. Так, что ещё добавили? Давайте шарахнем что-нибудь в Нептун, что он здесь такой целый. Я даже прям не знаю, как не привеличить. Землю, допустим, почему бы нет? Замедленный режим. Земля. Ооо, смотрите, насколько Земля меньше Нептун. Вы посмотрите, какой он огромный. Охереть. Сейчас посмотрим, кстати, как ведёт себя. Ну, давай, не так. Не так долго, конечно. Давай сначала подлети. Вот, и сейчас будет замедленный режим. Как ведёт себя газовый гигант при столкновении с Землёй. Ооо, 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 вот так вот. Что-то он... Как будто не газовый гигант. Ооо, он поглотил. Да ладно, подожди. А где Земля-то? Какая-то игра, кстати, стала неоптимизированной. У меня стало лагать. Я вообще запускаю солнечную систему. Ага. Это всё, что осталось от Земли, вылетело. Офигеть. А газовому гиганту, как ты видишь, ничего не произошло. Нормально. Ты будешь отлагивать у меня или нет? Да, газовые гиганты ведут себя максимально нестабильно. Хорошо, берём Землю. Следующий у нас новый какой-то монстр и новый луч. Где-то она, наверное, здесь. Сейчас, подожди. Молния вроде была. Это тоже было. Вот, вот этот луч. Как он называется? Я не знаю. Он не показывает мне, как он называется. Но это что-то с чем-то. Это самое мощное, что может быть вообще. Давайте куда-нибудь на Южную... Нет, я всё-таки на Австралию. Давайте на Австралию. Почему? Я там же пауки. Вот и всё. Я, как в прошлой серии, переселил в каком-то одной из серий. Переселил всех на другие материки. А Австралию мы будем разрушать. Потому что вместе с этими ужасными тварями. Давай. Смотрим, что она делает. Я же выбрал её. А, я думаю, что такое? Здесь замедленный режим у меня включен. Ничего не понятно было, да? Ещё раз. Это, короче, плазменный... О, смотри, у меня два глаза прям получилось. Хе-хе-хе. Так я смайликом ещё нарисую. А, ну так себе смайлик, конечно. Плазменный луч. Мега мощный. То есть такого мощного оружия у нас ещё не будет. Посмотри только. Причём я зажимаю левую клапку. Видишь, что ничего не происходит? Но когда я отпускаю... Происходит моментальный выстрел. И насквозь. И просто, если бы там было 10 тысяч планет... Всё, земля иссушилась. И теперь только... А, теперь только суша, наверное, давайте посмотрим. Да, слушай, как классно вы... Какой это уже получилось... Получился Марс, только с терраформацией Земли. Да, даже облачка летают. Ни хрена себе. Ну, облачка, кстати, сейчас уже не будут летать. Они не должны летать, потому что воды-то уже на планете нет. Так. Это у нас луч. Плазный-классный. Классный-классный. А есть ещё один новый монстр, насколько я видел. Это было-это было. Да, вот эта вот херня. Я не знаю, что это такое. Но я знаю, что за него можно летать. Давайте обновим планету. Давай я его выберу. Давай немножко приближу. Запускаем. И как-то надо... Как-то вот так вот, да? Вот. И мы полетели за него. Первый полетел, правда, без нас, но ничего страшного. Так, мы управляем левую кнопку мыши. И можем, в принципе, не врезаться в планету. Можем облететь по кругу. Он взрывается, если врезается. Странно, у меня бы вроде было настроено, чтобы он стрелял на левую кнопку мыши. Но да ладно. Вот, давайте врежемся куда-нибудь в океан. И... А где... Я... Да ладно, подожди. Ну-ка, стой. Я просто сейчас врежусь один разок. Давай. А-а-а-а. Нет, когда он летит сам, он прожигает. А когда лечу за него... Я? Ну вот так, да? Вот. То я, типа, просто взрываюсь. Врезаюсь куда-то вот, где есть облачка и вода. И я так понимаю, ничего не происходит. Ну вот, вот я врезался. Вот часть, в которую я врезался. И как бы ничего. Как бы безопасный монстр. Отлично. Он опасен только своим изверганием из Хари. Он опасен только своим изверганием изо рта. А-а-а-а. Окей. Так, новый монстр. Посмотрели. В принципе, планеты посмотрели. И теперь самое главное и самое интересное. Это... Секретные планеты. Как вы видите, у меня эта менюшка закрыта. Потому что я удалил и установил заново игру. Потому что она не хочет обновляться без этого. Да. И насколько я выяснил, вот здесь есть новая менюшка. Здесь можно сделать сетку координат. То есть ось Х, ось Y и ось Z. И у нас получается куб. И насколько я выяснил, из Земли нужно сделать квадрат. И это и будет считаться последней пятой секретной планетой. Для этого мы, наверное, возьмем какой-нибудь хороший, удобный луч. Вот такой вот. Мы настроим его. Ну так вот на... Где-то на три. Блин, наверное, надо было новую планету сделать, да? А то я ее уже покоцанную. Как-то... Сейчас буду обрывать. Ну ладно, попробуем так. Если что, я обновлю и сделаю ровный квадратик. Пока... Пока попробуем... Из координатной планеты что-нибудь... Что-нибудь сделать. Я чувствую себя каким-то скульптором просто. Дайте я уберу. Менюшку она мне мешает. Во! Так гораздо лучше, так гораздо удобнее. Чувствуй себя скульптором. Ты посмотри. Высекаем... Высекаем фигуру. Убираем все лишнее, как говорят. Если ты хочешь что-то и слепить, то бери булыжник и отсекай все лишнее. И остается только произведение искусства. Надо было лучше, помощнее, на самом деле, сделать. Потому что какой-то он слабенький. Уничтожил одну планету. А, я понял. У меня все достижения, короче, сбросились. Поэтому я сейчас буду получать глупенькие, элементарные, начальные достижения. Ну, окей. Мне, в принципе, они не особо-то мешают. Как видите, я все еще высека. Это, на самом деле, не так просто. Но это довольно-таки увлекательно. Потому что луч позволяет делать это все скрупулезно, аккуратненько и так ювелирно. Здесь главное в этом деле не торопиться. Я единственное, что беспокоюсь до сих пор, что у меня планета дырявая и мне не защтется. Как и в случае планеты Бублика, нужно сделать приблизительно нужную форму, а потом просто взять и обновить планету. Сейчас я уже добью всякие тут ненужные углы и обновим планету, посмотрим, получилось ли. Главное сделать максимально все ровненько. Я бы, кстати, сделал еще секретную планету Кубик Рубика. По-моему, классная идея. Только как его сделать тогда разноцветным и есть ли в этом какой-то смысл, не знаю. Итак, я закончил практически. Вот тут осталось небольшие участки. Ну, да, вполне. Меня вполне устраивает результат. Вот здесь еще. Вот здесь еще надо. Что ж, если уж делать, то делать как следует. Но счетом мне подсказывается, что я сейчас буду делать все заново. Но это мы сейчас проверим. Вот еще вот кусочек. Я тут уберу. Ну давай, ну чисто же квадратная планета. А убираю режим наблюдения и обновляем планету. Три, два, один. Иди. Ничего не получилось. Отлично. Ладно, сейчас будем тогда сделать с целой планетой. А может быть, может быть. Может быть нужно было сделать еще меньше. Да нет, наверное, так хватает. Давайте, короче, попробую делать это с... С целой планетой, а там видно будет. Ах, так, ну аккуратненько. Короче, уже некуда. Я тут уже ограняю этот алмаз. Уже сколько сижу тут аккуратненько, чтобы не было вот ни задирочки, ни иголочки, какой торчащий. И главное, вот этих отдельных частичек тоже, чтобы не было. Потому что они могут помешать триггеру спауна планеты. Ну вот как-то так, ну согласись, ну уже аккуратно, уже прям вот вообще. То есть если сейчас не получится, то нужно делать, допустим, еще меньше квадрат, точнее куб, еще меньше куб. Ну или уже тогда у меня просто недостоверная информация. И секретная планета не квадратная. И как-то ее делать нужно по-другому. Все, последние штрихи. И обновляем планету. Три, два, один, обновляем. Гетя. Ну блин, ну как так? Почему не получается? Что не так с этой игрой? И что не так делаю я? Допустим, я сделаю еще кубик. Гораздо меньше, а лазер гораздо сильнее. Может и сейчас получится. Не знаю, что-то не получилось у меня. Даже если когда я сделал меньший, гораздо меньший куб, тоже ничего не происходит. Наверное, все-таки у меня недостоверная информация. Если ты знаешь, как делать последнюю секретную планету, обязательно напиши. Обязательно поблагодарю тебя в комментариях и может даже в видосе. И откроем пятую планету. Ну а на сегодня пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видосах. Счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, 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 ставьте лайки,